Здравствуйте! Сегодня праздник, праздник, который посвящен учителям. Учитель – это не тот, кто только учит детей наших, это не тот, кто дает нам какие-то знания об образовании, профессии. Это очень большая категория людей, которые встречаются на нашем пути. И те люди, которые своим примером, своей жизнью показывают, куда идти, куда двигаться нам, другим людям. За тех людей, которые это делают, мы и должны сегодня, наверное, поднять тост, сказать хорошие слова, вспомнить о них, дать им кусок своего тепла, энергии, сердца. Так что с Днем Учителя. Ну а если по-серьезному, то действительно День Учителя должен проходить каждый день в течение всего года, потому что мы постоянно встречаем те обстоятельства тех людей, которые нас чему-то учат. Вообще вся жизнь человека – это есть обучение, образование на статус человека, на статус превзойти человека, стать более высшим существом, чем человек. То есть по образу и подобию человека, который был создан Творец, Творцом. И вот в этом как раз помогают те люди, о которых мы сейчас вспоминаем. В нашей традиции, в Йога-Лав, есть такая практика, которая называется «Приветствие». Ну, в сути дела это медитация, глубокая медитация духовная, но мы ее, так сказать, называем таким образом. Это когда нужно создать связь, создать внутреннюю такую дорожку взаимную, то есть та, которая отойдет от человека и встречается с теми энергоинформационными средами, теми сознаниями, которые выше его по развитию, по знаниям, по возможностям, прежде всего по духовному пути. Потому что важность заключается именно в духовном развитии человека. Не техническом, не выживании, не в профессиональном, а именно в духовном. Потому что все то, чему мы обучаемся в таких форматах, как школа, это в ухождении в жизнь. То есть некая возможность выжить в социальном обществе, в природной среде. Профессия – это то, что даст нам возможность реализоваться в социальной тоже среде, дать возможность жизни, зарабатывать деньги. А вот то, что нас на самом деле должно двигать в сторону чего-то высшего, большего, не внешней формы, которой мы из себя представляем как личность, а что-то более глубокое, то, что связывает нас со всем миром, с мирозданием, с духом вселенским, то есть его единством. Вот это очень важно. Вот это вот обучение. И вот в этой практике, которую я сейчас сказал, приветствие, мы даем такое послание внутреннее, медитационное, когда мы приветствуем, помимо единых отца и матери, мы встречаем всех сущностей во вселенных, но мы еще и своих учителей, вот всех, кто по своей, может быть, зримой, незримой, сознательной, несознательной какой-то своей деятельности, помог нам в каких-то духовных прозрениях, процессах. И таким образом мы вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, понимания себя. И следующим этапом приветствуем тех учителей, которые реально существующие во всей вселенной, те, которые именно трудятся на этой ниве, то есть те, что не просто обучают нас, а те, что уже своим просто присутствием, то, что у них такой есть посыл, такая энергия, быть вот в этом процессе самоизменения и недостижения каких-то более высоких состояний, высот, которые недоступны обычным людям. И вот когда мы тянемся вот к этим душам, к этим сознаниям, то мы можем как бы заразиться от них вот этой вот очень важной для человека энергией. Вот также поприветствуем тех учителей, которые мы реально приняли как своих учителей, и они по нашей жизни ведут нас. Есть те учителя, которые могут быть в виде не конкретных персонажей, это могут быть и литературные герои, которые были созданы писателем, то есть часть его души, часть его энергии была вложена в этих. И они также нам в детстве могли дать этот сигнал, импульс к развитию, к духовному развитию. Вот так что, подводя этот итог, практика на ежедневном, утром просыпаясь только начинаем как раз вот день, с закрытыми глазами мы приветствуем вот это вот сознание вот этих вот учителей. Поэтому День Учителя получается каждый, на самом деле, день, а не каждый, не только в один день в году. Вот так что всех еще раз с этим праздником, и надеюсь, что все учителя будут с вами не только один день, а именно все ваше время. И вы сами через некоторое время тоже ставите учителем, а может быть вы уже являетесь учителями. Просто все мы друг к другу ученики, учителя, одновременно и учащиеся, и обучающиеся, и нет такого на самом деле отдельного какого-то, может быть, статуса. Хотя он, конечно, есть, да, мы его сознательно выделяем, как профессиональную область, но те же учителя, они также учатся у других учителей, ну и так далее. Поэтому такой бесконечный процесс духовного развития, духовного становления посредством взаимодействия друг с другом. Это дает нам понимание единства, многообразия. Но именно самое главное – это единство, то, что есть духовное состояние. Это дух, который нас объединяет, который создает вот эту связь. Ну а проявление этого духа – это любовь. Вот та, которая и помогает нам достичь этих высот, высот его единения. Спасибо. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok